Всем привет ребята и девчата, аж целых 5 девушек, которые смотрят мой канал. Цена биткоина снова становится абсолютно параболической, она не просто превысила отметку в 10 тысяч долларов, но и стремительно пролетела к 11 тысячам. Также я хочу поговорить с вами о настроении рынка и почему негативные новости сейчас никак не влияют на него. А вы вообще знали, что есть негативные новости? А они есть. И как обычно, ребята и девчата, если вам нравится такой контент, поставьте лайк, это помогает каналу расти. Спасибо. Я еще никогда такого не видел. Это действительно камбэк года, почти 300% роста. И это, кстати, недельные свечи. Если посмотреть на картину более глобально, мы можем увидеть три паттерна, которые повторяются. Конечно, мы должны быть готовы к следующему подобному циклу, но вам не кажется, что эта фаза накопления вот здесь уж очень сильно похожа на две предыдущие. Конечно, есть некоторые отличия, но на самом деле это не особо имеет значение, потому что биткоин выглядит так, как будто он хочет повторить это движение еще раз. Так что я уверен, что мы увидим это повторение хотя бы еще один раз, хотя оно, скорее всего, будет немного отличаться. В любом случае, все это очень похоже на то, что мы увидим новые исторические пики, и это произойдет быстрее, чем все думают. И вот мы с вами подошли к вопросу, который нам с вами нужно обсудить. Увидим ли мы новые исторические максимумы в 2019 году? Я лично думаю, что это, скорее всего, возможно, но я не говорю, что это наиболее вероятный исход событий. Я бы скорее сказал, что мы будем находиться где-то в диапазоне между 10 и 20 тысячами долларов. Но я хочу уточнить, что вероятность того, что мы приблизимся к отметке в 20 тысяч в этом году, лично для меня очень высокая. Более грандиозные цели, вроде 50 или 100 тысяч долларов за биткоин в 2019 году для меня очень маловероятны. На самом деле, довольно много вещей происходит на данный момент, и еще больше должно произойти в будущем. Например, БАКТ 22 июля, что уже практически через месяц. Так что да, новые исторические максимумы в этом году очень вероятны, но я не могу вам это гарантировать на все 100%. Но теперь давайте узнаем с вами, что такое FATF. Это группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. В общем-то, эта организация буквально создает руководящие принципы для стран и правительств по предотвращению отмывания денег. Этот регулятор влияет на более чем 200 стран. Недавно он выпустил свой заключительный отчет, и похоже, что теперь крупные криптовалютные биржи будут обязаны отслеживать переводы более точно, чем они это делают сейчас. Кстати говоря, то же самое касается кастодиальных сервисов типа Fidelity. Теперь переводы должны будут включать в себя имя отправителя, номер счета отправителя, привязанный к адресу криптовалютного кошелька, свой физический или географический адрес, ID-карту, паспорт, либо другой документ с вашим полным именем, датой и местом рождения. И, конечно же, имя получателя, его номер счета и адрес криптовалютного кошелька. Что все это значит? Это значит, что если вы отправляете биткоин из биржи на свой кошелек, например, на холодный, то эта транзакция будет всегда храниться в вашей истории, в истории биржи, с вашим именем, вашим физическим адресом и всеми остальными данными. Лично я не переживаю по этому поводу, потому что мне нечего скрывать, но на самом деле криптопространство совершенно не должно быть таким. Таким похожим на старую систему. Что это за гибрид банковских систем и криптовалюты, как его будем называть? Однако справедливости ради нужно отметить, что такими строгими правилами будут обкладываться только транзакции на сумму более тысячи долларов. Но когда и где они презентуют новые правила регулирования? В общем-то они планируют сделать это на ежегодном саммите Большой Двадцатки, который будет иметь место в Японии 28-29 июня. Страны Большой Двадцатки настаивают на международной гармонизации правил регулирования для криптовалюты. Впрочем, после этого FTAF дает 12 месяцев на приведение местных законов в соответствии с новыми требованиями в более чем 200 странах. А значит, первая проверка от регулятора будет в июне 2020 года. Что ж, они пытаются сделать из этого всего какой-то новый мировой стандарт. И крупные биржи после этого будут обязаны привязывать то, что называется KYC к вашим транзакциям. KYC это идентификация личности перед проведением финансовой операции. Это все будет вытекать в то, что ваша биржа будет хранить точную информацию о вас, о получателе, и при этом еще и предоставлять эту информацию различным компаниям-бенефициарам. Конечно, мы знаем, как обойти это, потому что мы уже давно находимся в этом пространстве. А это значит, что усилия регуляторов, направленные на повышение прозрачности этого рынка, приведут, по моему мнению, к совершенно обратному эффекту. Возможно, многие криптокомпании уйдут на черный рынок. Либо же люди, наконец, прозреют и поймут, что пересылать криптовалюту можно напрямую друг к другу безо всяких посредников в виде криптовалютных бирж. Впрочем, я считаю, что действительно важно это то, что во время бычьего рынка такие реально медвежьи новости вовсе не влияют на цену. Так же, как и бычьи, позитивные новости не имели никакого влияния на падающий медвежий рынок. Просто вспомните, как отчаянно мы смотрели на бычьи новости во время последнего медвежьего рынка, но цена продолжала падать и падать. И сейчас, когда цена растет, на нее никак не влияют никакие негативные новости. Так что да, дамы и господа, мы находимся на бычьем рынке, если вы еще не в курсе. Это все на сегодня. Меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал и телеграм, ссылка на который будет в описании. Делитесь видео с друзьями, комментируйте, переходите на сайт exchange-sumo.com и меняйте криптовалюту. Ссылка тоже будет в описании. А я говорю вам, зарабатывайте и богатейте. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok